Следующая песенка появилась следующим образом. Я дружу с поисковиками нашими. Главный московский поисковик, мужики, чтобы вы знали, это Серега Щербинин. Это, значит, недозорванный сапер, который в Афгане был сапером, разминировал свое собственное поле. Когда он его, значит, разминировал, сложил в кучку наши отечественные родные мины, он щупом оперся об одной из этих мин. Дальше он мне рассказывает, я, говорит, улетел в небо, и я летаю и вижу, как я лежу, а на домой бегают санитары. И мне так хорошо, я лечу туда, я лечу сюда. А потом думаю, блин, думаю, я сейчас мамка будет плакать, сестра будет, ну и вон нафиг. И я обратно туда залез, и стало мне сильно больно. Короче, всю правую половину у него снесло, глаз его выбило. Но он сейчас руководитель всех московских поисковиков. Под городом Зубцовым, кому будет интересно, в выходные дни можно приехать и поучаствовать в подъеме бойцов. Там примерно за год поднимают, за сезон, за три месяца поднимают 1200-1300 человек, у которых медальоны только 10-15. Почему? Потому что, во-первых, в трофейные команды ходили, но они медальоны не брали. Местное население, которое осталось, там было 12 деревень, осталось 3. Эти медальоны из них делал ему штуки, чтобы курить, хоть что-то заработать, понимаете? И Серега Щерпинин, там у него домик, там где в район поисковых действий, у него домик себе купил, там вот такой потолок, вот такие окошки. И вот мы целый день поехали, копали, копали, мне подарок сделал, я им попел, они мне показали, где лежит, дали лопату, и я поднял бойца второго. Приезжаем к нему домой, в эту деревню, там один фонарь горит, заходим в избу, и дальше происходит следующее. Вообще, я когда туда езжу, со мной все время какая-то херня происходит, извиняюсь, такая вот непонятная уму. А потом мне Серега объяснил. Ты что, говорит, хочешь? Мы приезжаем в место, где лежат тысячи людей неупокоенных. Поэтому мы, говорит, к этому привыкли. Ты просто вот, не надо вот кривляться, не надо там лазить где-то. Тебе сказали, вот тут иди, иди вот тут. Сказали, стой, ты стой. Потому что что дальше будет непонятно. Мы заходим к нему в избу, в избе света нет. И я вижу на стене свет. Я говорю, Серега, что это у тебя такое там? У тебя что там, телевизор, что ли? Не, говорит, это зеркало. Мне, говорит, с того света люди мажут рукой. У меня так мурашки, посвини, ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот. А что ты, говорит, у меня вот тут вот в сарае лежит пять человек, мы их никак не можем, значит, опознать. Вот они лежат, и вот. Но я-то привык, говорит, ты не волнуйся, ты ложись и спи. И меня как прорубило Серега конкретно. Ну, вы знаете, Бог есть. Я вот, я даже не задумывался. Я само, само написалось. Такая песенка по исковому отряду. Мы с Серегой дрыхнем на кровати И храпим в три дырочки во сне. А за нами смотрят наши братья И зеркал висящих на стене Машут нам руками, что пишут В гимнастерках старых помилых. Но мы с Серегой их не слышим Этих ведь солдат уж нет в живых Просто мы с Серегой устали От своих земных насущных дел Мы с Серегой целый день копали Этих самых в зеркале людей И хотя копали, как камазы А Серега даже не курил Не успели всех поднять их сразу Павших у разъезда панели Вы не волнуйтесь, дорогие деды Мы не уйдем, Серега, и никуда Копать вас будем вместе до победы И не жалея поискового труда А значит, не уйдем мы никогда В зоне поискового отряда Перелитой, как аппендицит Пять больших воронок от снарядов Где лежат убитые бойцы Длинная немецкая траншея А в конце, походу, там плендаш И болото, где воды по шею Славный поисковый пейзаж У нас есть щуп, миноискатель помпа Лопата славных финских мастеров И наш бесценный поисковый опыт Но будь готов, братан, всегда готов Не волнуйтесь, дорогие предки И не стучите пальцем о стекло Мы народ с Серегой очень крепкий Всем дождям и кризисам назло Пусть не установим ваше имя Ваше имя вечность сохранит Каждого, как надо, мы поднимем И земле достойно предадим Вы не машите грозно кулаками Вас все равно в числе живущих нет Мы всех до одного вас откопаем И всех перенесет на этот свет И всех перенесет на этот свет